На какие скидки можно рассчитывать? Время раннего бронирования наступило. Руководители туристических фирм открыли сезон. Об этом они заявили на заседании круглого стола. Большинство едут на Средиземное и Черное море. При поездке за границу саратовцы стали обходиться и без туроператоров. Иногда это чревато переплатой. Стало сейчас востребовано, очень стало актуальным, что люди сами берут авиаперелеты, сами берут отели. Прежде чем выбрать этот тур, конечно, нужно прийти с нами и пообщаться, и поговорить, и сравнить цену. Потому что очень часто бывает, что ситуация наоборот. Цена у нас лучше, а качество мы тоже за него отвечаем. Почти четверть путевок в детские оздоровительные лагеря проданы. Самые низкие цены в муниципальных учреждениях, в коммерческих суммы в 2-3 раза больше. В лагерях муниципальных в этом году определено где-то 9900 с чем-то рублей. Лагеря, которые находятся на балансе предприятий, у них свои цены. Самая дорогая путевка в лагере «Родничок», Юг Трансгаза. Там она зашкаливает за 35 тысяч рублей. Таиланд, Вьетнам, Куба. Низкими по европейским меркам ценами саратовцев зазывают именно туда. Рекламы российским курортам, по мнению работников турфирм, не требуется. А уж турбазы на Волжских берегах саратовцы ищут и без помощи туроператоров. С учетом всех войн, которые происходят на местах нам известных, я думаю, к нам куда-нибудь, на Черноморском побережье, в Анапу. Мы или на турбазу на Волгу, или же на даче. В Египет хотим съездить. После истории с раздарившейся ланта-тур, в саратовских турфирмах сделали рейтинги финансовой стабильности туристических операторов. Официальные и неофициальные. Таким образом, обезопасить наших туристов от форс-мажора показалось им проще. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.